Приветствую вас, и расставание – это далеко не всегда что-то такое, связанное именно с охлаждением чувств, с уходом этих самых чувств. И вполне вероятно, что мужчина, расставшийся с вами, все же испытывал и испытывает некие такие негативные эмоции не по отношению к вам, а по отношению к самой ситуации в целом. То есть, например, у него может быть чувство незавершенного действия, то есть, например, тот факт, что он с вами расстался, он может рассматривать, расценивать, как, например, собственный проигрыш. Ну, допустим, как собственный проигрыш, как собственную неудачу и так далее. А вполне может быть, что у мужчины есть некое такое представление о том, что он не получил с вами того, что хотел получить и так далее. То есть, у мужчины явно не все еще завершено по отношению к вам в данной ситуации. То есть, мужчина считает, мужчина думает, мужчина еще неравнодушен к вам. Хорошо ли это или плохо, я надеюсь, вы решите для себя сами. Там потому, что вы сказали, что ничего к всему не чувствуете, но с вами никаких действий вы предпринимать не будете. Самостоятельно, например, к нему подходить вы, я так понял, тоже не будете. И для нас так, то говорить о наличии какого-то будущего в ваших отношениях не приходится. Другое дело, что молодой человек может действительно ожидать чего-то от вас. То есть, вот он на вас смотрел, что он чего-то от вас хотел. Ну, а раз хотел чего-то, значит, очень может быть, что в следующий раз, когда вы будете, например, ну вот так вот тоже встретитесь, он сделает к вам, например, первый шаг и попытается заговорить. И вы, если не собираетесь давать ему какую-либо надежду, то лучше вам сразу донести до него, что вы не хотите больше с ним ничего, не хотите больше с ним встречаться, ну и, собственно говоря, и так далее. То есть, вот это для вас будет, наверное, самым лучшим решением в данной ситуации. Молодой человек может действительно испытывать чувство целя, что произошло. Молодой человек может вполне вероятно, и вот мне почему-то кажется, что, скорее всего, все именно так. Молодой человек, вполне вероятно, чувствует, что проблемы, которые были между вами, они, вообще-то говоря, несущественны. То есть, по прошествии времени, молодой человек понял, что, ну, условно говоря, все то, из-за чего вы ссорились, все то, из-за чего вы ругались и из-за чего вы расстались, если я правильно вас понял, все это вообще-то несущественно, и он жалеет о том, что это повлияло на ваши отношения. То есть, он, возможно, хочет ваши отношения вернуть. Конечно, все это лишь только предположения, и мы не можем знать, как там обстоят дела на самом деле, потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, у каждого человека, как бы, своя модель того, как пережить подобные вещи, и, может быть, мужчина просто принципиальный, и хотел бы, чтобы вы, например, расстались на более хорошей минуте, хотел бы, чтобы вы общались и дальше, например, с ним, но из-за того, что вы теперь больше не общаетесь, то он чувствует за это, например, свою вину и именно по этой причине переживает. То есть, моментов здесь может быть много, но совершенно точно можно сказать одно. То есть, вот именно отсутствие равнодушия к вам продиктовало такую линию его поведения. Если бы ему было все равно, ну, я надеюсь, вы понимаете, он бы, наверное, просто прошел бы мимо вас, и все. А так он остановился на 8 апреля, значит, ему не все равно. Значит, какие-то чувства, и неважно особо какие, позитивные или негативные у него есть. Вот это можно сказать совершенно точно и определенно. Ну, а что именно это значит зависит от, скорее, от темперамента мужчины. От темперамента мужчины, от его характера, от его, например, от его способов выражения эмоций, от того, как он это делает, от того, как он выражает свои переживания, как он выражает свои чувства и так далее. Это, знаете, вы уже, наверное, лучше, чем мы. Ну, или если вы хотите получить больше информации, то вам нужно тогда уже более подробно описать своего молодого человека, чтобы мы получили больше информации именно о нем. Ну, а пока, я думаю, сказать можно именно так и именно это. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok